Сейчас у нас время для общей молитвы. Также напоминаю, чтобы в наших домах была бы молитва за ту ситуацию, которая происходит на Украине, чтобы остановилось это братоубийство, вот это сеяние горя людям. Конечно, мы, знаете, ну и не дай бог, мы очень часто даже не понимаем, что это такое. Мы можем крылатые слова говорить, но по сути, да, ведь получается, что, правда, там людям плохо. У них отнимают близких, забирают то, что, знаете, это как пожар. Вор придет, да, хоть стены оставит, а там ни имущества, ничего. И это, правда, этим людям очень плохо от того, что там происходит. И, правда, а те люди, кто потеряли близких? Да. И, понимаете, я не знаю, но мне кажется, что это очень важно, если мы молимся о них. Там, конечно, мы не можем там остановить войну, это в Божьи руки отдаем. Но хотя бы молиться о тех людях, чтобы Бог как-то посвящал их утешением, тех, кто пострадал. Но это-то мы можем делать. И пусть это правда у нас будет. Мы, конечно, можем там крылатые молитвы, Господи, там, помогите. Но, не знаю, в нас должен быть труд молиться хотя бы за утешение людей, которые пострадали и потеряли близких, и вещи, и остались ни с чем. И, конечно же, молиться о том, чтобы в людях, которые, забыв о том, что этот фашизм, который в свое время принес эту разруху, горе, смерть этой земле, вдруг это забыто, и сейчас творится то же самое. И чтобы Божий страх был у этих людей. Кто взял оружие, да, и несет эту смерть. И правда, чтобы мы и они понимали, что перед Богом понесем ответ за каждый поступок. Там сказано ведь. Ответишь перед Богом, доброе или худое ты делал здесь, в этой жизни. И правда, в нас тоже, мы, конечно, можем говорить много о любви, про Евангелие. Это, конечно, это природа Божья. Но есть и закон, который тоже, он никуда не уходит, и никто не отменяет его. Заповеди, 10 заповедей, Евангелие их не отменяет. И в нас тоже не должно быть похабного и панибратского отношения к Богу. Вот так вот по плечу ему. Нет. Должно быть все-таки. Знаете, как Мартин Лютер пишет? Мы должны любить и бояться Бога. Бояться, конечно, не паническим страхом, но все-таки. И этот страх, может быть, оградит нас от многих дурных поступков и грехов. Не знаю, это такой же пример, как в семье, например. Чадо, да, оно находится в послушании и в воспитании у своих родителей. Ну, я имею в виду нормальной семьи, да, где там сын или дочка не видит там папу или маму лежащую там в хлам упившись. И такое отношение, фу, уже. А как принято, да, и как нормальной семьи. И ребенок же, да, там, папа его учит чему-то, да? Он говорит, ай, иди ты, пойду, что хочу делать. Все-таки ребенок находится в воспитании. И папа, если что, ты же, что, теперь ребенок перестал любить своего отца или отец своего сына? Нет. Конечно, он его кормит, заботится, но и воспитывает. Также мы, давайте молиться о церкви, чтобы в ней, но, правда, была сила вот эта, как такой Христов дух, чтобы там не себя пиарили, да, там, и проповедовали свою церковь, там, свои устои, а проповедовали бы Христа, и, как пишет апостол Павел, притом распятого. А то как-то получается иногда очень так непонятно, что мы, кого проповедуем. Там, дары проповедуем, лютеранство проповедуем, православие там проповедуем. Христа-то проповедуй мне, так как к этому призвана церковь. И одна из заповедей, оставленная Христом, идите и проповедуйте Евангелие. Что такое Евангелие? Это смерть и воскресение Спасителя, которое даровано людям для их спасения. Давайте склонимся в молитве. Господь, благодарим Тебя за это новое служение, которое Ты позволил состояться. Мы благодарим о том, что Ты кормил нас сегодня духовным хлебом, этим словом. Мы молимся о церкви, за ее разрозненные динаминации, чтобы даже в этой ситуации, в этих динаминациях был бы Дух Христов, который побуждал бы людей проповедовать не себя, не свои идеи о Евангелии, как сказано в Слове, и как одна из заповедей, наставления Христом для своей церкви. Идите и проповедуйте Евангелие. И пусть церковь, правда, будет сильна не своими философскими размышлениями, не своей богатой историей, или каким-то убранством, или мудростью, а была бы сильна вот этой проповедью Христа для людей, во благо их спасения. Мы молимся о православной церкви Силовидлицы, за священника этой церкви, за прихожан, даруя всего потребного для души и для тела, и такого молитвенного состояния прихожан друг за друга и за их служителя. Молимся за этот приход, за миссионеров, молимся о людях, которые жертвуют деньги, там за рубежом, чтобы существовал этот приход. Также молюсь о каждом, кто пришел сегодня сюда. Ты позаботься и о их семьях, о их родных и близких, пусть в их домах будет такое доброе отношение, чтобы в их домах была бы любовь. Также даруй и для тела, и для души, пусть будет возможность заработка, дабы что-то было на столе, что-то отдавать ближним. Поэтому мы благодарим, что можем не только такие высокие молитвы возносить, но и самые такие простые свои насущные вещи, через которые мы видим, что они для тебя важны, потому что важны мы сами. Мы молимся за церковь Ингрии, за всех диаконов и пасторов, за епископа церкви Ингрии, Ары Матвеевича Кугапи, за детскую, молодежную, деканическую работу. Также молимся о нашей обыденной жизни здесь. Возносим свои молитвы за администрацию, даруем мы еще большего чувства ответственности и осознания, что они поставлены, дабы служить другим. Молимся за школу, за преподавателей и учеников. Даруй терпение и сил учителям и достойного послушания родителям. Мы молимся за Видлицкий дом-интернат, за постояльцев этого дома. И ты находи пути к людям, которые, может быть, находятся в таком состоянии выброшенности. Молимся о работниках Видлицкого дома-интерната и даруй им осознавать, что они делают не просто работу, но это идет такое служение для людей, которые, может быть, оказались оставлены в этом мире. Ты даруй им еще больше любви, помощи и сил. Всем женам дай понимать о такой лукавстве дней, о скоротечности, чтобы мы не оказались бы, когда оставим этот мир в разочаровании, видя, насколько халатно и просто потратили свое время, дарованное Богом для спасения. Молимся за ситуацию на Украине, особенно за тех людей, которые потеряли близких, потеряли, наверное, все свое имущество, и правда, которые находятся в горе и в переживании. Ты, Господи, находи пути, и мы отдаем этих людей в Твои святые руки, в Твои святые и заботливые руки. Также молимся о тех, кто сейчас сеет эту войну в бездумии таком. Ты вложи в них этот Божий страх и осознание, что мы понесем ответ, и каждый понесет ответ за свои поступки. И в основном эту ситуацию как бы мы отдаем Тебе. И Ты, Господи, находи пути и разрешение всего того, что там происходит. Храни нас, Господи. Аминь.